всем привет дорогие мои друзья подписчики а также просто неравнодушные гости и зрители моего канала которым не безразлично то что происходит нашей жизни нашей стране ну и в мире в целом но больше всего конечно волнует меня и многих граждан состоянии нашего общества она как я уже неоднократно говорил очень больно и нуждается я не знаю в чем в какой-то каком-то лечение что ли хотя мне кажется что но уже пробита есть какая-то определенная точка невозврата и боюсь что изменить что-то ну будет лучшую сторону ну проблематично если не сказать что это практически невозможно я надеюсь что все-таки к чему-то лучшему придем но сейчас давайте ближе к теме как вы знаете события которое потрясло буквально всю страну несколько дней назад это то что в воронеже воинской части солдат-срочник антон макаров застрелил своих сослуживцев за издевательства за многократное физическое и психологическое насилие над ним он не выдержав издевательств что скорее всего он пытался решить это все мирным путем писал наверно жалобы как сообщается в новостях и в общем-то застрелил четверых сослуживцев четвертый вот недавно скончался в больнице в реанимации и больше всего здесь печально то что антону макарову грозит за это пожизненный срок то есть парню всего 18 или 19 лет представляете да человек который защищался человек который по сути отставил свою честь защищал свое здоровье то есть гарантированная конституция охранял свое здоровье свою жизнь от каких-то нелюдей от моральных уродов и получил за это по сути грозит ему ну я думаю что адвокаты здесь мало чего добьются может быть конечно ему снизят там может быть дадут ему там 20 лет но тем не менее суть это не меняет потому что считайте вся жизнь поломана уже практически потому что ну выйдет он через 20 лет да и что и без образования без работы да то есть мне больше всего вот это вот ну как бы расстраивает то что правосудия в нашей стороне нету и естественно как бы эта ситуация возникает уже не в первый раз когда напомню что в прошлом году рамиль шамсудинов он также расстрелял восьмерых своих сослуживцев за многократные издевательства но тогда слава богу еще как-то ну можно было там есть действительно факты доказанные факты того что одним издевались и скорее всего в этом случае рамиль шамсудиному как-то скостят срок либо может быть признает его ограниченно вменяем может быть как-то сделают какую-то действительно поблажку в том плане что действительно молодец защищался да но в этом случае скорее всего здесь была вот этот круговая порука и скорее всего рука руку моет как известно пословица здесь каждый защищает своих и скорее всего здесь сведется к тому что парень сам первый начал да и сам виноват как говорится вот что больше всего меня ну как бы в этой ситуации просто берет за душу то что в армии творится беспредел в армии творится бед дедовщина неуставные отношения это мало так сказать это мягко сказано это это просто я не знаю это просто произвол и дорогие друзья если мы сейчас не объединимся и не напишем петицию против того чтобы засудить тех кто вот виновных то что было отравлено этого бедного парня антона мы просто будем скажем так не знаю мы будем очень расстроена будем просто найти выйдем на митинг и этого парня вызвали из лап правосудия точнее кривосудия который у нас сейчас есть и я считаю что те кто судят антона макарова это предатели своей стороны это предатели своей родины потому что они по сути калечат жизнь невинных людей многие мне напишут что да он убил вот значит троих человек значит он должен поднести наказание ребята я против убийства я против насилия я против конечно вот не всякого сомнения потому что кто-то причиняет кому-то гибель но извините меня одно дело когда человек по пьянке там убил кого-то либо убил из-за денег и по сути это не стоит того это ни в коем случае нельзя продать другое дело когда человек защищался когда человек просто состояние аффекта был уже просто извините просто устал издевательства вот это терпеть почему должен терпеть и в этом случае он был прав что открыл огонь потому что другого выхода не было либо он их либо они его вот если бы они его убили их бы засудили а он бедные несчастные кстати не факт что уголовное дело было заведено против этих двоих скорее всего сказали бы так что он сам умер что он сам застрелился что он сам там задушился вот опять же как случае с владом баховым многие будут говорить что-то он сам себя убил что-то несчастный случай нетушки это номер не пройдет и влада бахова и рамилья шамсудинова и антона макарова я буду защищать потому что это действительно герои которые просто устали терпеть издевательств это уже не первое событие и я надеюсь что такие события заставят нас быть неравнодушными и сплоченными и создадут общественный резонанс и приведут к тому что справедливость восторжествует дорогие друзья но мы будем следить за дальнейшими событиями будем смотреть что будет дальше всем до встречи я верю что все таки что-то сдвинется смертной точки с вами был я принц сюрель всем до встречи пока